МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире информационная программа темы дня в студии Елены Орлова. Смотрите в нашем выпуске. Кроме шуток, с 1 апреля в России подорожал бензин. К чему приведет очередной рост цен на топливо? Забыли спросить. Жители одного из районов Уфы выступили против незаконной точечной застройки. Турция нанесла авиаудары по северу Ирака. Атаки подверглись позиции рабочей партии Курдистана. 1 апреля. Всемирный праздник смеха. День розыгрышей и шуток. Все, о чем мы будем говорить дальше, совсем не шутки. В России пенсия повысится на 4%. То есть в среднем на 250 рублей. Ее размер составит целых 8634 рубля. Вместе с этим в некоторых регионах России и пенсионеров, и других граждан ждет повышение стоимости проезда на все виды общественного транспорта. Это коснется жителей Омска, Казани, Южно-Сахалинска и других городов. С 1 апреля в стране подорожает и бензин. Следовательно, последует и рост цен на многие товары и продукты питания, считают в КПРФ. Автоматически повышаются цены на топливо. И в очередной раз мы будем наблюдать рост цен на все остальные продукты питания, все, что перевозится транспортом по дороге. Российские автолюбители к повышению цен на топливо отнеслись крайне негативно. Я отношусь к этому очень плохо и отрицательно, потому что дорого нынче все. Денег нет, все дорожает, зарплаты не поднимает. Ну естественно, это дополнительные расходы. Зарплата не увеличивается, нет, а расходы увеличиваются. Значит что? Население становится бедней. Повышается цена на бензин, повышается цена на все. Потому что у нас перевозка, значит, дорожает все продукты питания, одежда. Если дорожает бензин, дорожает все. И это как-то очень странно и очень плохо. Потому что, ну опять же, зарплаты не растут, денег мало, а все дорожает. На что жить, непонятно. Напомним, что акциз на топливо увеличивается уже второй раз за текущий год. По прогнозам Банка России, стоимость бензина по итогам 2016-го вырастет на 10,5%. 2 апреля работники столичного метрополитена проведут митинг. Они собираются потребовать повышения заработной платы и заявить о некомпетентности сотрудников администрации метро в вопросах безопасности. Коротко о других российских новостях. Российская промышленность продолжает падение четвертый месяц подряд. Об этом сообщает РБК. Темпы сокращения числа занятых в промышленности работников достигли максимума за 14 месяцев. Количество экспортных заказов сокращается уже на протяжении двух с половиной лет. «Газпромбанк заплатит членам Совета директоров, заработав в прошлом году, почти 2 миллиарда рублей, включая бонусы на 600 миллионов», – пишут ведомости. По данным издания, «Газпромбанк» пока единственный из госбанков, который при росте убытков увеличил выплаты топ-менеджерам почти вдвое. Правительство России выплатило половину аванса в размере 60 миллиардов рублей подрядчикам, которые строят стадионы к Чемпионату мира по футболу 2018 года. Как сообщил министр спорта России Виталий Мутко, такое решение было принято, чтобы избежать череды банкротств подрядных организаций. Министерство природных ресурсов и экологии России предложило запретить оборот шкурок Соболя без специальной маркировки, сообщает ТАСС. По словам главы Минприроды Сергея Донского, такая мера необходима, чтобы эффективнее бороться с браконьерством. В Екатеринбурге начался суд над членами КПРФ. Напомним, 31 марта полиция задержала первого секретаря Свердловского обкома КПРФ Александра Ивачева, депутата законодательного собрания области от Компартии Вячеслава Вегнера и депутата Екатеринбургской гордумы Эдуарда Мансурова. Накануне задержания они установили палатку вблизи дома по адресу Родонитовая, 20. Там должна была проходить встреча с гражданами по вопросу противодействия точечному строительству. Прибывшие на место полицейские заявили, что палатка является вещественным доказательством некого уголовного дела. Однако подробности они не уточнили. Участники акции не покинули место проведения встречи с гражданами и в итоге были задержаны. Мы с обвинениями, которые были выдвинуты еще день назад, потому что мы незаконно находимся на территории дома Родонитовой, 20. Мы с этим не согласны. Считаем, что требования полиции были необоснованы. Членам КПРФ меняется ряд административных правонарушений, в их числе неповиновения сотрудникам полиции. По словам представителей МВД Александру Ивачеву, Вячеславу Вегнеру и Эдуарду Мансурову, грозят штрафы или арест сроком до 15 суток. Мы продолжаем следить за развитием событий. Жители одного из районов Уфы тоже возмущены точечной застройкой. Причем здесь строительство было запрещено на официальном уровне, но работы по-прежнему продолжаются. Подробности у Дениса Щербакова. Уфа. Улица Первомайская. Расстояние между двумя жилыми домами 70 метров. И в этот малый промежуток планируется впихнуть новый дом. Я живу на Первом этаже. У нас летом 2 часа, 2,5 утром светит солнышко. Здесь было двухэтажное здание садика. Только над крышей этого садика 2 часа солнце попадало. Сейчас, когда построят шестиэтажный дом, ни одного луча не попадет. Это нарушение норм инсоляции, освещенности помещения. У меня сын с диагнозом бронхиальная астма. Как жить на Первом этаже, если не будет ни одного луча? Жители этих домов обратились за помощью в местное отделение Кумпартии. Депутаты Гордумы от фракции КПРФ направили несколько запросов в разные инстанции. В итоге администрация города отозвала у застройщика компании СУ-10 разрешение о возведении дома. И распорядилась заморозить стройку. Между тем люди, живущие по соседству, ежедневно продолжают наблюдать за ходом строительных работ. Строительство начинается с 9 часов утра. Приезжают экскаваторы, машины стоят, роют, шумят. У нас даже люстры дрожат в квартирах. Невозможно. Возле стройки регулярно проходят митинги и пикеты. На один из которых приехал глава районной администрации. У нас достигнута договоренность с застройщиком, что здесь жилой дом строиться не будет. Дальше мы, естественно, будем проводить проверки всех документов. Вот то, о чем говорит уважаемая молодая женщина. И все это вам представим обязательно. И вместе с вами обсудим, что здесь может появиться. Жилого дома здесь не будет. Заверением чиновника о том, что стройка прекращена, а рабочие просто меняют трубы, люди не поверили. Вы обманываете нас. Обманываете сейчас. Чем я обманываю? То, что вы врете, что тут идет реконструкция теплосетей. Это идет строительство. Вы обманываете. Вы специалисты. Здесь же работа продолжается. Выносится трасса. Документы на стройке не предъявлены. Паспорта, объекта нет. Понять, кто ведет, невозможно. Кто проводит работы. Люди не представляются. Ни руководство, ни рабочие не говорят, кем они являются. Против незаконной стройки местные жители готовы бороться и дальше. А между тем, на сайте компании СУ-10 уже начали продавать квартиры в будущем доме. Денис Щербаков, Красная линия. Евросоюз и Турция планируют запустить процедуру обмена мигрантов 4 апреля. Прибывающих в Европу через Турцию нелегалов будут менять на беженцев из Сирии. Коротко о других международных новостях. Контрактная цена на газ для Украины на второй квартал составит менее 180 долларов за тысячу кубометров. Об этом сообщил министр энергетики России Александр Новак. Напомним, накануне компания «Нафтогаз Украины» заявила, что не планирует возобновлять закупку топлива у «Газпрома» из-за невыгодной цены. В Бразилии проходят многотысячные манифестации в поддержку президента страны Диума Русеф. Демонстранты обвиняют оппозиционные силы в попытке совершить государственный переворот в стране. Напомним, ранее парламент Бразилии создал специальную комиссию для рассмотрения вопроса об импичменте президента страны. Военные самолеты Турции нанесли авиалдары по северу Ирака. Как сообщает издание «Хариет», атаки подверглись позиции рабочей партии Курдистана. Отмечается, что среди уничтоженных объектов склады боеприпасов и специальные укрепления. Правительство Китая планирует в 2016 году инвестировать в строительство железных дорог около 124 миллиардов долларов, сообщает агентство Синьхуа. Выделенные средства направят на усовершенствование сети скоростных железных дорог, а также на строительство новых между городами и пригородами. Саудовская Аравия создаст крупнейший в мире суверенный инвестиционный фонд, заявил принц Мухаммед Ибн Салман. Объем фонда составит более 2 триллионов долларов и будет использоваться королевством для инвестиций в несырьевые отрасли экономики. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok